Дима, приветствую! Дима приехал из Якутии и заказал у нас КАМАЗ. И тем самым сам же наблюдает, следит, подсказывает, помогает нам собирать его же КАМАЗ, да? Да. И еще требует зарплату за это плюсом. Нет. Так, вот он выглядит. Дим, какие мысли, какие с твоей стороны рекомендации? Вот по резину ты хотел бы вот такую. Ну так у тебя такая же стоит. Ну да, но что-то четырех колеса не может быть. А, еще. А нашли вот такую. Видите разницу, друзья? Ага. Протектор больше. А, все, понял. Давай, еще по остальным моментам. Мосты Мадара, движок Евро-2. На что ты смотришь? На что ты проверяешь? Тебе собирает Зинур. Самый из наших, таких, самых мощных наших слесарей. Которого сейчас нету пока. Самая важная, ходовая часть. Что еще? Самая важная, ходовая часть. Ну я думаю, двигатель у меня новый, потому что в 16-го года машина. У меня так досталось. Приобретена вроде как по БТС-ки в 17-е уже зона. То есть тебе было важно, чтобы машина была относительно свежая. Почти 17-го года, по факту. Да. У тебя в лизинг. Хорошо. Так. Я понимаю, что ты будешь конкретно обкатывать этот КАМАЗ? Ну да. Как бы договоренность такая есть, что 500 километров обкатки, потом осмотр, протяжка всего. Угу. Здесь же. И вот прежде, чем к нам приехать, ты с Радиком сколько общался? Полгода где-то, да? Нет. Три месяца. Почему он говорит полгода? Нет, ну три месяца. Это для тебя три месяца, для него полгода, походу, да? Ну, наверное, да. Так. Смотришь на ходовую, смотришь на движок. Покажи прям на своей машине. Какие, где, как моменты. На что вот. Хорошо, что ты разбираешь. Ну, например, если Клейн будет как вот, как Петухов Александр. Вот, ну, они же по этому-то видео-то и смотрят. Куча же, кто не разбирается в КАМАЗах, хотят купить. Куда смотреть? Куда тыкать? Да тыкать-то куда здесь? В принципе, как бы тыкать никуда. Ну, посмотреть нужно будет, переустановка карданов, листы и все, на листы посмотреть. Что еще, да? Ну, у тебя уже какой опыт? Сколько лет ты уже ездишь? На грузовых автомобилях? У меня маленькие уплотки. Маленькие, сколько? Лет 10? А, ну, 3 года. Это именно по якутским дорогам? Да. Если сравнить с нашими, ну, значит, раза в 3 умножать надо, да? Да. Ну, условия же отличаются. Условия, конечно, отличаются. Условия очень отличаются. Все, понял. И, в принципе, у тебя все стандартно. Да, да. Этот. Так, у тебя она на заводских пружинах, так как у нас 16-17 год. Так, что еще? Что еще? Ну, интересно было, как провели ревизию стартера с той стороны, генератора. Интересно было посмотреть это. Ну, как бы, неинтересно, но интерес был у меня такой. Интерес был к этому. Потому что, как бы, генератор, ну, и стартер, ну, может, чтобы подорожить. Ну, генератор стартер, да, прилично может подвести на трассе. А, вставляем, такое, ремни, что это, купим на запас, да, еще дороги. Это еще страшно. С ремнем не проблема. А, ну, еще я, как бы, заказал, чтобы мне все смазывали синий смазкой, маноловской. Синий, маноловской краской. Смазкой. Почему? Ну, потому что она, как бы, не замерзает. И, по сравнению с нашим литовым, наш литов превращается в кашу. А маноловская, либо равеноловская, либо шиловская смазки. Нормально. Принял, принял. Ну, я думаю, мы еще не раз с тобой попадем в кадр. Как этот камаз у нас доделается, как обкатается. Ну, все. Вот на данном этапе, да, ты еще на этом камазе не ездил. Ты можешь нас рекомендовать? Ты же уже о нас узнал больше, чем многие другие, которые смотрят по этому, ну, с той стороны экрана, с дивана или не с дивана. Не, ну, в принципе, как бы, вот, есть куда расти. Нет, ну, есть куда расти, но, как бы, я сейчас пока не завел уже свое. Да, да, согласен, согласен. Ну, в принципе, вот, по машине, допустим, Иннокентия и Афанасия, в принципе, как бы, да, были там недочеты, но их сразу же устранили. Все было исправлено. Как по Иннокентию, как по Петухову. Принял, принял. Спасибо, спасибо. Вот так, друзья. Интересно было? Если было интересно, обязательно подпишитесь, ставьте лайк на связи. Спасибо.